Добрый вечер, дорогие друзья! Святой день завтра уже приближается, приближается. В Европе считается сегодня День Победы. Ну, ради Бога, пусть считают. Мы будем завтра считать. Великий праздник. И не только для нас, конечно, для всего мира. Наверняка есть те, для кого он не настолько свят. Или вообще, как бы они бы предпочли, чтобы его не было. Но он у нас есть, и никто у нас его не отнимет. Такое время мы годы воюем, отцов и дедов повторяем. Мы снова высоты штурмуем. И словно в заправду стреляем. И пусть все по книжкам узнали. Отчаянно все же рискуя. Плазмаса в руках вместо стали. Мы снова воюем, воюем, воюем. Воюем! И пусть не война, а всего лишь войнушка. И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы в заправду рискуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Мы сами дошли до Берлина, пройдя всех паров, повороты. Мы сами взрывались на минах, в атаке водили мы роты. Мы вместо погибших стреляем. Когда отступаем, горюем. Пусть игры все это мы знаем. Но снова воюем, 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 воюем. Воюем! И пусть не война, а всего лишь войнушка. И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем. Все войны свои я закончил, годов уже стало поболее. Но что-то в душе болит очень, когда выхожу в чисто поле. Здесь дел матерей тысяч схоронен, по ним и полвека тоскуем. За них поднимаемся с боем и снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, а всего лишь войнушка. И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Войну сын не видел в помине, малыш, впереди десять классов. А просят уже в магазине купить автоматы с пластмасса. И пусть не война, а всего лишь войнушка. И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы за право рискуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Песню написал я когда-то очень давно, на сорокапятилетие победы. Тогда дети еще воевали в войнушку во дворах. А сейчас уже это, наверное, происходит все-таки больше за компьютерами. И знаете, все-таки возвращается все вот к тому, это, наверное, на каком-то генетическом уровне заложено, что мы воюем с недругами нашими, с теми, кто приходил к нам с мячом, и известно, чем это дело закончилось. Просто в тех же компьютерах, вот был период, у меня сын пока рос, там играл, я даже название этих не помню, Warcraft или еще чем. А сегодня вот смотришь, там у нас в Беларуси проводятся чемпионаты, даже, но они мировые, по компьютерной игре и льва. Я уже не говорю, там другие игры, не буду рекламировать айтишные компании, но это там танки, самолеты, корабли, они все так или иначе, даже не так или иначе, они связаны со Второй мировой войной, потому что это такое эпохальное, к сожалению, событие было. Я уже упомянул про Ил-2, поэтому такая следующая песня. Стрелок взлетелок по блокам, зеленая ракета, и значит нам, штурмовикам, опять работать где-то, три года хода за спиной, мы все от друзей теряем, нас ждет опять смертельный бой, нас ждет опять смертельный бой. Мы сомненько прочь взлетаем, за то небо, то что есть, цвет голубой на свете, наверное, нами движет месть, мы душим годов этих, горит родная Беларусь, мороз идет по коже, я верю в то, что я вернусь, Я верю в то, что я вернусь, Стрелок мой верит тоже. Небо, ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась, Мы все как один, мы дожиться до победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое время досталось, Сжимая штурмов, стеснув зубы, Мы в бой улетали. Под пасхозь на беды дучат колонна танков брет, Фашисты в рации кричат, Да, в имя, чварцедок, Великие, глубокие, вхожу, Свердят, вон не бывать, Я вам сейчас всем покажу, Я вам сейчас всем покажу. Такую вошью мы горит, Земля ворвает, И весь серый населет, Под чапник хвост сошел худой, Я не нано прицелет, И мой стрелок наверху молк, И боль мне сердце давит, Сегодня вечером наш полк, В столовой вечером наш полк, Хлеб с водкой нам поставит. Небо, ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась, Мы все как один, Мы дошли, все до победы ждали. Небо, мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое время досталось, Сжимая штурвал, стиснув зубы, Мы в бои улетали. И летят, и расти его след, Огонь уже в кабине, Мне прыгать смысла просто нет, Нет мыслей в помине. Заскоро поживешь в бою, Но мне погибать не гоже, И жизнь короткую свою, И жизнь короткую свою. Прогам я подорожа, Мое последнее веке, Назад мне не вернуться, Без бомб, я нынче налегке, А мне хоть не промахнуться, Штурвал бы только удержать, И теперь молитесь, гады, Еще успел ее прокричать. Ребята, лихо упоминай, Наш экипаж не надо! Небо, ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась. Мы все выходили, мы дожиться, Чтоб победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое время досталось, Сжимая шторва, стеснув зубы, Мы в бою улетали. Мы в небо. Я всегда о чем-то рассказываю между песнями. Вот эту песню я написал в 93-м году, Стадию, в 92-м, Когда мечали у нас в Лидии, Служил тогда 50-летие Первой гвардейской штурмовой Сталинградской орденов Ленина, дважды краснознаменный, Орденов Суворово-Кутузов, Штурмовой авиадивизии. И вот тогда еще на юбилей Приезжали эти ветераны, Их было немного, Статистика у них была потрясающая, На десять боевых улетов. Не больше десяти боевых улетов Летчик жил. Хуже было только по флоте, Потому что они над морем летали. И вот дедушки на то время, При этом вот этот такой Мальчишеский блеск во глазах, Вот эти рассказы друг с другом. Даже спустя годы, Я вот в Белоруссии на телевидении Мы снимали, Мы нашли одного только ветерана, Именно из этой дивизии, Герой России. Шатила Валерия Петрович, Он тут даже не знал, Как-то я не простыдил. Это было несколько лет назад, Но это жил, дай Бог, Ему здоровье, И с Днем Победы. Но он в дивизию попал В 1944 году, И вот рассказывал, Что когда он пришел в столовую, Говорит, а что все на боевом вылетят? Вылетят, а там три человека сидят, В задании, говорит, Сифагин. Вот. Следующая песня, Традиционно пою, Это песня третья, Как третий тост, Как в памяти тех, Кого с нами нет. И сегодня Свою песню Есть такое понятие В музыке, Я даже не знаю, Как сказать, Датская песня. Это означает, Что песня пишется Под определенное событие, И предполагается, Что она проживет недолго. То есть, вот случилось. Написали, Поприветствовали, И через год забыли. Вот так я эту песню Я писал в 93-м году, Когда в Кракове Демонтировали памятник Маршалу Коневу, Благодаря которому Его войскам этот город Оказался Неразрушен фашистами. Мы много фильмов Смотрели на эту тему. И тогда же, Помню, В Праге Разукрасили танк, Который освобождал этот город. И казалось, Вот, Ну, это пройдет. И действительно, Я долго не пел Эту песню. Но потом, Помню, В 2007 году, Когда случилась Этапея с памятником Война освободителя В Таллине, В Эстонии. И опять начал петь. И сегодня мы видим, Что происходит В соседней Польше. Вообще, В уму непостижимо. Там просто идет Массовый демонтаж памятников. Хотя есть Международные конвенции Защищающиеся. Вот у нас в Беларуси Там есть Монументы О погибшем В Первую мировую войну Немцам И даже французам, Которые шли В 1812 году. Ну вот у меня Так много текста. Немножко Мне вот хочется Этим поделиться. И хочется, Чтобы вот эту песню Больше не приходилось петь. Чтобы все было Во-первых, И воином, Чтобы больше нас Не тревожили. И чтобы К павшим относились Так, как это Должно быть. Мой дом Последний здесь. Здесь в плач В паланках рваных Наш свод Почти что весь Лежит в смертельных ранах. Здесь братская могила, Здесь вечно отдыхаем. Земля нас всех сплотила, Мы годы вспоминаем, Как Прямо На Запад Отшли упрямо, Не дождались нас мамы, И я дойти не смог. Мне бы Увидеть свое небо, Услышать запах хлеба, Вернуться на восток. А люди там над нами Ломают монументы, И по венкам ногами Растоптаны все ленты. Тот танк, что этот город Освобождал когда-то, И что стоял здесь гордо, Уже пропал куда-то. Ветер, Ты знаешь все на свете, За что же люди эти Теперь так злые на нас? Сколько Нас полегло здесь? Сколько В земле чужой? Да только Все позабрось в раз. Но все, нас переносят Весь взвод за город прямо. Потом их дети спросят, Что было в этих ямах? Здесь были те ребята, Которых не дождались, Которые когда-то за их народ сражались. Пули Косили нас и гнули, Но все же мы не свернули, Враку пришлось бежать. Нас ждали, Когда нас здесь так ждали, За них мы жизнь отдали, Остались здесь лишь же. Случилось, что на свете Вновь мрак наши засыпают, Меня на землях этих Второй раз убивают. Мы были здесь не в гости, Нас гибнуть не просили, Не трожьте наши хвости, Верните их в Россию! Где-то Сквозь годы ждут нас, Где-то Прошло хоть много лет, Но Нас помнят и теперь. Мне бы Увидеть свое небо, Услышать запах хлеба, Открыть родную дверь. Мне бы Увидеть свое небо, Услышать запах хлеба, Открыть родную дверь. Спасибо. Я сегодня, Учитывая, какой у нас Праздник, Позволю себе Иногда петь Свои любимые песни О войне. Это не мои песни, И возможно, Они прозвучат Не так, Как это было в первоисточнике, А так, как мне это видится. Ну, потому что Мы же Сами себе иногда Вот так на пухоньке Можно Кто-то взять гармошку Или на фортепианной комнате Или я там на гитаре И что-то вот так Спеть. Я думаю, Вы это все знаете, конечно. Сегодня это Не много, но будет. Поэтому Можно подпевать даже. На поленьях смолоках слеза И поет мне в землянке Гармон Про улыбку твою И глаза И поет мне в землянке Гармон Про улыбку твою И глаза Противные шептали Кусты В белоснежных полях Под Москвой Я хочу, чтобы услышала Ты Как тоскует мой голос Шифы Я хочу, чтобы услышала Ты Как тоскует мой голос Живой Ты сейчас далеко Далеко Между нами снега И снега До тебя мне дойти Нелегко А до смерти Четыре шага До тебя мне дойти Мне нелегко До смерти Четыре шага Пой, как мой Ника в юге На зло Заплугавшее Счастье Завей Мне в холодной землянке Тепло От твоей Негасимой Любви Мне в холодной землянке Тепло От твоей Негасимой Как ты Бьется в тесной Пищунке Огонь На поле Ях Смола Как слеза И поя И поя И поя Землянке Гармон Про улыбку Твою И глаза И поя Мне землянке Гармон Про улыбку Твою И глаза И глаза И глаза И глаза Спасибо Великие песни, конечно, были Константин Листов, Алексей Сурков Мы даже не задумываемся Когда это Все считают Ну, это считается Как народные песни Действительно народные И, к сожалению, опять же Незаслуженно забытые Есть люди, которые Это сочиняли Это пели вот Где-то Месяца полтора Мне память не изменяет Назад было 110-летие Клавдии Шульженко Ни один телеканал А на могиле До сих пор Синий платочек Постоянно кто-то обновляет К монументу ее Пришпиливает Другие времена Другие войны Но с приказами конец И моей войне конец Я живой, не остался я в долгу Отоели мне юга С постреленной ногами Смотреть на эти горки не могу Я наверное устал Я свое отвоевал До Москвы попутный борт меня возьмёт Поеду на вокзал, я с войной завязал На север еду, вряд ли кто поймёт Через каждую листу я всё фляжечку карту По дорогой скричал ту-ту Поезд шёл, поезд шёл на ворку году А вот на тебя трясок, и пульсирует висок Я не знаю, как же мне туда войти Поведать чужую мать и про сына рассказать Как на то войне сошлись у нас пути К ней так уж и свинком приходил сам военком Заученную скорбь намолвил речь Дал сынок у вас героя за родину горой Но, простите, не смогли вас перечь Блин, через каждую листу я всю фляжечку карту По дорогой скричал ту-ту Поезд шёл, да поезд шёл на ворку году С ним ругались целый год Он был парень еще тот Я че, что я подарил его, гудбай Он не был как козырёк, их патроны не берёк Не путёвый был и в общем разболбай Он колючий был, как ёж И че, что хватал штык нож И без повода порою всех матом крыл Он был просто бредовых, но в горах набоевых Он от пули той меня с собой закрел Мир навек сошёл с ума На душе стоит зима, и меня пора, наверное, в музей Я смертельно одинок, а медаль и орденок Из-за меня в непогибших там друзей Сердце больно бьёт тик-так, я себя сожму в кулак Я ведь стрелянный по жизни воробей Хоть Россия велика и дорога далека От себя не убежать, хоть убей Через каждую месту я всю фляжечку карту Паровоз кричал, ту-ту, поезд шёл Да поезд шёл, наоборот, ту-ту Спасибо Как-то вот принято у нас в пропаганде В хорошем или в плохом смысле всего Всегда говорить, что вот всё Всё это то, что происходит там на фронте Это всё за родину И Ну, наверное, да, по большому счёту это так Но я думаю, что на самом деле Всё это за близких, за своих, за родных Наверное, никто не будет с этим спорить Ну, по крайней мере, с теми, кто воевал Мне приходилось и приходится общаться очень много И в самые тяжёлые минуты Они думали, конечно Может, прости, Господи, не о родине, не о стране А о тех, кто их ждёт дома И не потому, что, скажем так, хотелось выжиться А потому, что они считали, что они их защищали Батя, здравствуй Не верится ей Богу Набернулся я назад в родину дома Батя, здравствуй Устал я за дорогу И не спрашивай Пока что не лечу Батя, здравствуй Был долгим год, как на войне, три за один Но снова мы вдвоем Батя, здравствуй Весь год сказать, хотелось мне обнять тебя А фразы все Потом Со старым сядем мы столом Батя, что-нибудь нальём И, Батя, от тебя их так отвык И стопка водки заберёт Весь мир вокруг перевернёт, развяжет Мой завязанный язык Но как дела, дыши пока И не болят ещё пока Иду, как прежде, прямо на пролом А жизнь стремительно бежит и как тяганка выражит Но оглянусь, пожалуй, я потом Проблемы есть, которых нет Не стал пока немилым свет Хотя порой трясёт, но лишь слегка Но свой я вытянул билет И ты ещё чуть-чуть, но постарел Батя, здравствуй И пусть календарь не врут Твой взгляд горит всё так же, как горел Батя, здравствуй Я наяву, а не во сне Увидеть поскорей тебя хотел Батя, здравствуй Я дома, а не на войне Я год спустя, но всё же прилетел За старым сядем мы столом Погрепче что-нибудь нальём А хватит от тебя, как от вы И стопка водки заберёт Весь мир вокруг перевернёт Развяжет мой завязанный язык Романтик кончился во мне Поют ютажек и во сне Покрылись пылью детские мечты Ты сам когда-то спину гнул Лямку, тридцать лет тянул А я теперь вот так же, как и ты Стараюсь правду говорить Не унывать и честно жить Как с мамой научили вы меня И звёзд не хапаю с небес И крясть пока ещё не влез Живу, как все, деньгами не звеня За старым сядем мы столом Погрепче что-нибудь нальём А хватит от тебя, как от вы И стопка водки заберёт Весь мир вокруг перевернёт Развяжет мой завязанный язык Счастлива, батя Так не хочу уезжать и не разжать Пожатие руки Счастлива, батя Ты молодцом и так держать Вот только батя маму берегит Счастлива, батя Не сильно верю я судьбе, но верю Я вернусь в родимый дом Счастлива, батя Я шокотом скажу тебе И обниму А фразы все Потом Спасибо Если кто-то переживает, что сегодня не будет авиационных песен То да, просто Ну, во-первых Конечно, День Победы Великий праздник Это не стоит и даже не стоит Но у нас У нас, я люблю тех, кто Связан с авиацией Вот тут, как бы, и в апреле и в мае Случилось два замечательных праздника Это четверть вековой юбилей Пилотажный групп Авиационных Русские витязи и стрижи Я не зря сегодня делал этот комбинезон Позвольте И Поэтому Часть песен сегодня прозвучит именно в эту тему Даже, может быть, что-то Я расскажу Вот, конечно Ребята хотели бы Сегодня сюда приехать Ну, по крайней мере, определенная часть из них Ну, завтра у них сверхзадача Наверное, это Самое важное задание Ежегодно Это Участие в воздушном параде Мы к разной площади И мы завтра увидим Это потрясающее завелище Не только мы Раз Два Три Остранируют птицами Пустое Нам просто жить без неба не по вкусу Мы на земле на временном Пустое А птиц мы любим Только не по курсу Мы Выпали из летных наставлений И, может, улыбнемся И хлестая В театре пилотажных представлений Мы вместе Словно маленькая стая И верим, что вернемся Улетая Вращаем небо мы В строю застыв Нам разрешают делать Все по краю А срыв отока Это лишь поток осрыв Нам не сорваться Главное летая Мы Главное летающая Стоя Каскад фигур Встреча А в двух руках Две ручки Рус И рун И двигатели Голос Не сорвут Вращаем небо мы В строю застыв Нам разрешают Делать Все по краю А срыв отока Это лишь поток осрыв Нам не сорваться Главное летая Мы Гвардии Летающая Стоя Нас в разных странах Ждут Аэродром На поле Везде Работать Будем И позже Как всегда Вернемся К дому А тех Кто не вернулся Не забудем Гвардийский полк На веки Наша память Иван Никитич Кожиду Он с нами Вечно Да и Бог Успеть нам В небес Лет оставить Ведь летный век Да будет Скоретичен И рост Пуском Мы крикнем Вам До встречи Та-да-да-дам Та-да-да-да-дам 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 Прощаем небо Мы в строю Застыв Нам разрешают Делать Все По краю Остров А пока Это лишь Поток осрыв Нам не сорваться Главное Делать Мы в гвардии Летающая Стая Гвардейская Летающая Стая Я всегда говорю Что Вот эти аплодисменты Я отношу не к себе В первую очередь А именно К нашим УЖКам И Рукоплещет им Не только Россия Не только Наш бывший Советский Союз Конечно же Весь мир Вот об этом Тоже Следующая Петя Летим в заморскую страну Что далеко В чужих Широтах Мы на военных Самолетах Но наш маршрут Не на войну Летим В нерусскую Стану Как по линейке В небесах Мы Чертим След Инверсионный Меняя Снизу Страны Зоны Часовые Пойса Мы На работе В небесах Мы Не Был Одержимы И Это Не На Час На Жизнь Коля Заниматься Летным Телом Предельные Режимы Не Так Тревожат Нас Как То Что На Земле Все За Пределом На Земле Давно Все За Пределом Летим Туда Где Чтут Коран Там Авиация В Афуре И Кто Главней У них Не Скорят Верблюды Или Аэроплана И Скорят Там У Мусульман Мы Открутим Пилотаж Сорвем Восторг Аплодисменты Ведь Помнят Страны Континенты Все Знают В небе Почерк Наш Наш Раз Кризи Пилотаж Мы Небом Одержимы И Это Не На Час На Жизнь Горе Заниматься Летным Телом Предельные Режимы Не Так Тревожат Нас Как То Что На Земле Все За Пределом Там На Земле Давно Все За Пределом Дай Бог Нам Снова Над Москвой Пройти Дать Салют Обеды На Нас Из Небес Посмотрят Теды И Вспомнят Свой Последний Бой Под Замерзающей Москвой И Та И Господь Сберечь Орлят Чтоб Не Пришлось С Нуля С Начало Ведь Скажи Дуб Покрышки Чкала На Помощь К Нам Не Прилетят Ну Да Они Не Простят Мы Е Бом Одержимы И Это Не На Час На Жизнь Боли Заниматься Ледным Делом Предельные Режимы Не Так Тревожат Нас Как То Что На Земле Все За Пределом На Земле Давно Все За Пределом Тревожат Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Как жарко, что на земле всё за пределом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Выстрел грянет, вором кружит Твой дружок в бурьяне неживой лежит А дорога дальше мчится, пылится, клубится А кругом земля дымится, чужая земля Эх, дороги, пыль да туман Холода, тревоги, блестит вновь бурьян Край сосновый солнце встает У крыльца родного пацаночка ждет И бескрайними путями, степями, морями Все глядят возле за нами Родные глаза Вся, эх, дороги, пыль да туман Холода, тревоги, да степной бурьян Снег, ветер, вспомним, друзья Нам дороги эти позабыть нельзя Аплодисменты 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 Пощупаем цены надписью Аэрофлот Мы летаем, где стреляют И по жене впервой И июня испугают Грузовик наш воево И нас в слюд Уходит в выселье Трутяга Турбин, грехотящий квартет Поет Летит Илюша Работяга Протяга Наш транспортяга Хорьбу по небу Столько лет Нам лететь туда, где жарко С дозаправками маршрут Полный борт коммунитарки Там на месте разметут Мы спасаем чьи-то души Близких меня влежь во сне Не печалься, брат Илюша Лучше так, чем на войне Это лучше, чем когда-то Полным ящиков к борту Возвращали мы солдата В их последний вечный дом Улетали от печали Снова в небо с головой Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш боевой На взлет Уходит увысь Хельят Ротяга Турбин грохочущий квартет Поет Летит Илюша Работяга Ротяга Наш транспортяга Турбин грохочущий квартет Велосипед Распростер Илюша крылья Вместе с грузом нас несет Коридор ему открыли Значит, он людей спасет Эх, Илья, небесный пахарь Корб на спинке трудовой Если где-то, что бабахнет Грузовик наш боевой На взлет Уходит увысь Хельят Ротяга Турбин грохочущий квартет Поет Летит Илюша Работяга Ротяга Наш транспортяга Горбун по небу Столько лет Снизу пальмы поглицать Все мы встречают город Заведут нас и посадят В незнакомый жаркий порт Местные не пьют баклуши Все в пределе как один А до души нальют Илюши Самый вкусный керозин Командир на борт вернется Вести благою принесет Наша Люша выгнется Нижним блистером Плеснет Нам награды не медали А скорее пусть домой Роты снова в максимале Грузовик наш боевой На взлет Уходят в выселе От ротяга Турбинго Хочущий квартет Поет Летит Илюша Работяга Ротяга Наш транспортяга Горбун по небу Столько лет Спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Славный юбилей военно-транспортной авиации 85 лет Будет большой концерт на Поклонной горе По всей видимости, я думаю, тоже буду принимать участие Поэтому еще одна песня Маршруты пишем в небе, но земля Посадки словно знаки припинаний История от внеплановых заданий Здоровый суд несбыточной мечтой И кто бы он скормандовал на бой Кому и не успеваем Жене скажу, что снова улетаем На север, куда назад, не знаем А сам на юг с ребятами махну У нас сегодня чартер на войну Солдатики поднимутся на борт Если мы отправимся в весну Нас не курорт и ждет аэропорт У нас сегодня чартер на войну Круто глиссадой словно камнем вниз Коллеги за бугром так не умеют Мальчишки все притихнут в апелле Нормально, лишь бы кто-то не раскис У нас заход всегда здесь, как на бис Их уведут, но привезут других В обратный путь мы снова санитарим Мы с доктором кому-то шанс подарим Дай бог, чтобы этот путь не стал для них Дорогой намерений благих Солдатиков на борт к нам занесут Для них теперь так много на кону Кому-то не судьба и не спасут Будь броня чартер, чартер, на войну Луна таблетный в листере лисит Идем ночной глиссад, ведь думаем вместе И приведа огней, а будто крестик Который нас спасет и сохранит Господь нас все спасает и хранит А дома ждет она, моя любовь Шутя мне скажет, где разбудоносит И что за пятна на комбезе Спросит, пусть бог простит Но я собру ей вновь Скажу, что это кофе, а не кровь Я вот эти дни много работал на кубинке Сейчас тут вся подготовка к параду. 5-7 мая я с ребятами из Таршка летал на Красной площади. Как-то уже такая традиция стала. Когда-то это было просто очень необычно. Сейчас это немножко уже стало как-то, ну, обыденнее, может быть. Но к этому нельзя привыкнуть, потому что это действительно, ну, огромная-огромная ответственность. Я про них говорил, пролететь, пройти на Красной площади. И я просто про другое. Я вот ходил там по высотке. Бак, смотрю, на встречу, где-то такой летчик знакомый из Литвецка, Леша Хагбердыев. Мы когда-то делали про него сюжет в 9-м году, или в 10-м, в 10-м, да, когда 65-летие была победа. Ему тогда было всего лишь 23 года. Сейчас уже такой маститый летчик на Су-25. А тогда он засветился в местных СМИ, и это неправильно, что он ночью посадил Су-25 с невыпущенными шасси. Это было достаточно сложно. Его представили к Ордену Мужества. Это было в декабре, а мы делали программу в мае. И мы так, ну, спросили, а его чем-нибудь наградили? Говорят, да, ну, там ушло представление к Ордену Мужества. А у нас, ну, как я его называю, командир программы Сережа Кузнецова говорит, ничего себе, говорит, и что до сих пор нет. Ну вот, я не знаю, так оно получилось, из-за того, что мы вышли, и все-таки это наконец-то дошло. Вот, вы наградили Ордену Мужества. И я считаю, что всегда должен быть герой. Говорят, здесь такая фраза немножко кривая. Если нет героя, его надо выдумать. У нас в стране их не надо выдумывать. А Хагберды, я вспомнил просто вообще это. Я его все время подхалываю, говорю, слушай, у вас это семейное. У него отец Владимир Хагберды, уже сейчас на пенсии, полковник. Два раза садил Су-25, с него очень уменьшился. Позже, вроде, он не кажется. В 97-м году в авиагарнизоне стиль, и потом уже в Глице, в Ахтюгинске. Вот, бывает же, да? У меня есть еще два знакомых летчика. Я их обоих в Сирии встретил, отец и сын. Вот, вы бы прыгали. Как говорят, летчик жив, полет удался. День сегодня не задался. Я чуть было не проспал, все. Вроде не будили, но вчера. Зацепил, разбил будильник от любимой под сатыльник. Вот и Маша, доброе утро. Здоровительно спал за рамку. Зря дневник я взял в банке. В школе оказалось, он в пике. И шумит родная Маша, что у мальчишка весь папашу. Точно летчик, без царя в башке. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полета. Командир навстречу, мне добро. Что-то там не по уставу, и за это он не вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, келчик, не грусти. Указание, постановка, цели курсы, обстановка. Ты меня, бедонка, отпусти. Ты меня, бедонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в же силённом прописался. Но уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук, не слышу под собой. Лампы красным семафором, мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Парень, па-па-па-пам. Блин, сегодня явно день не моря. Вниз доклад, в ответ советы. Селай то, не делай это. Шеф-то подет ласково. Держись. Танцевать я в небе, ринус. Перегрузки в плюсы в минус. Знагопеременно всё как и швизнь. И совсем небережливо. Самолёт я в хвост и в грибу. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, старая птица. Нам с тобой нельзя убиться. Маша, мне такого не прости. Маша, мне такого не прости. Мне с земли надуть пистону. Хватит, мол, давай кобзону. Не дури, пора борт покидать. Фу, дают, ты слышал, милый. Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой ещё летать. Ты сейчас мне всех дороже. Я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждёт меня и Маша, А тебя ждёт техник Паша. Нам никак нельзя их подвезти. Нам никак нельзя их подвезти. Прочь, фонарь. Мы на глицаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устал. Ты, как трактор, пронесёшься. По гражданям ткнёшься. Бородом на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова. Кружка, спирт, глоток. Чёрт, командир тут с ними. Постолкает всех. Обнимет. Что-то намекнёт про родинок. Па-па-па-пам, па-пам, па-пам. Пошутил, небось, про родинок. Начинался день, как в комах. Но посвистывая к дому, Улыбаясь, буду налегче. Ванька мне доложит, бойко, Что исправил пол на тройку. Коризонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, Принесёт борща и кашу. Там твою по рюмочке нальёт. Как бы тот, а не старался, День сегодня всё ждался. Мы вернулись, я и самолёт. Как я сильно не старался, День сегодня всё ждался, Мы вернулись, и я и самолёт. Мы вернулись, я и самолёт. Спасибо. Ещё вот одна из моих любимых песен, Опять же не моих, Я уж сегодня так вот иногда позволяю себе спеть эти военные песни. Кстати, почему-то, ну не почему-то, Есть люди, которые её не знают. Я думаю, здесь всё слышали. Замечательный фильм Хроникопикирующего бомбардировщика. Ну, соответственно, песня, конечно. Туман, туман Сливает делена И всего в двух шагах За туманами война И гремят бои без нас, Но за нами нет лины, Мы к земле прикованы туманом, Воздушные рабочие войны. Туман, туман На прошлом, на пылом, Далеко, далеко За туманами наш дом А в землянке фронтовой Нам про детство снятся сны, Видно все, мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман Агуток всем любом Далеко, далеко За туманами любовь Долго нас невестам ждать С чужих дальней стороны Мы не все вернемся из полета Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны. Спасибо. Просто замечательная песня. Это Александр Кулкер и Ким Рыжов. Опять я уже говорил Другие войны, другие времена Там были Пе-2 Сейчас Другие самолеты Когда в Сирию с концертами приехал Просили это исполнить, естественно Ну, естественно, потому что Это были самые главные самолеты С самого начала Воздух радостном располагаем Обратились к чимбрекства Под советскую заправим И подвешены все средства И для птиц сирена Воет А в эфире компанией Пахнет в воздухе войною Но все значит Миру не до мира Миру явно не до мира Нынче, видимо, до ночи День тяжелый мне маячит Я не нож, но я заточен Под военные задачи Бликать большие лица Не нашли для мира повод И не смогли договориться Значит, я последний довод Я теперь последний довод И со мною на ровне Эти двое, что по мне Время вечера в семь часах Только стрелкам не решить Скорых нам летать и жить Наши судьбы на весах Где там небесах Нам трое мудринное льда Добавляет неизвестность Не жалея керосина Не облицываю местность Где-то там неприятель Мне сейчас не до каприза Включим главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу Но послед огнем и громом Так рисуется поверхность Контингент и там не промах Повышает нашу светлость И в кабине эти двое На приборы с моря хмуро Я как будто сильно болен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо напролом Как на рваных парусах Мы ровы вверх, то снова вниз Наханув всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Наши теории-то Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое, как на бине Релегации на задержке Но плечом к плечу в кабине Держат руки, а не держки Не хватаются за держки Похочу я в эскадрилю Даже из-за инвалидности Я не складываю крылья А меня расстреловинность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочемся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся Обязательно Вернемся Мы вернемся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтобы не было Держись И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на лесах Где-то в небесах 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 Самолеты Которые начинали там Выполнять боевые задачи Конечно, там еще работали Су-34, Су-25 Транспортники Конечно, такая задача была По снабжению всей группировки Остается она Но, конечно, там работали те Без которых не обходится Ни одна война А сегодня тем более Основная задача Там В небесах И Самое интересное, что Начинали Вот Ну, сейчас уже работают Там более современные машины Ви-28 К-52 А Изначально Вот Ми-24 И Многие спрашивали Граждане Скажем так А почему А это самое проверенное Это самое надежное И Начинать было Нужно именно с этого И В общем-то Действительно Это Непревзойденные Наши машины Милевские Я просто спою Ласточки летают над землей И Значит Снова Непогода Мы Утюжим небо Здесь Полгода Значит Полтора Я живой Натри Умножается Войной Вот С нами Видно Все На Глаз Если Мы Летим Предельно Низко Это Значит Нам До цели Близко Крайней Или Последней Этот Раз Нас Бог Отчет Не Решился Летчик Оператор Нычен Как В фильме Терминатор Все Что Снизу Убирает В лед Наш Привет он Тем И Наш Лет Скажет Кто Не Страшно Мокр Вранье Нас Спугают Синие Зуб Улей Турой Отвечая Сей Номенклатурой Птичка Разметает В Воронье Мы Втроем Поднимал У нее Душу Винтокрылую Свою Вместе С нами Ты Не Погубила Позвал Кто Крокодилам То Что Выручает Нас В Пою Ласточка Петнистую Мою За Спиной Молотит Пулемет Бортовой Наш Парень Не Из-за Робких Обложился Лентами В коробках Пулеметный Сам Себе Расчет Бортовому Общий Наш Зачем Надпись Что Позву У хвоста Даже Дуракам Ее Смысл Ясен Нынче я Действительно Опасен Горный край Меня Уже Достав К черту Живописные Места Сигата Что Вместе с ней В строю Красотой Меня С ума Спадила Что За дурень Кличет Крокодила Ту Что Вместе с нами На краю Ласточку Беднистую Мою Беднистую Всех стволов, нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернём, Не проходят с ней такие штучки. Бележно держу её за ручки, Волна в танцах, кружим мы вдвоём. Мы танцуем танго под огнём, С той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом Взовёл любимую мою, Ту, что вручила нас вдвою, Ту, что вместе с нами на краю. Ласточку петь не стою мою. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я, вообще, по возможности... У меня такая традиция, что ли. Я стараюсь представлять моих друзей И замечательных людей, которые в зале иногда присутствуют. Сергей Викторович Косяков. АПЛОДИСМЕНТЫ Который вот на других машинах летал. А вот там у Константин Анатольевич Шипачёв, генерал, Который первый в Афганистане славил стингер И умудрился на Ми-24 совершить посадку. И после него сказали, выжить можно. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, книга замечательная у него есть. Воздушная зачистка. Если не поленитесь в интернете, там вот это всё расписано. Очень интересно. Вообще, война... Я вот помню, когда я в училище учился, у нас преподаватель тактики был такой, я никогда не забыл. Полковник морской пехоты Журавлёв, он воевал в 70-е годы. А мы постоянно воевали, просто об этом не писали. В Египте, там, в нескольких странах Африки. И он говорил, ребята, всё в академиях военных расписано. Нормы партии, там, того сего. Ну, говорит, война, это она самая непредсказуемая. Всегда очень много интересных историй рассказывал. Вот. Вот опять же, по вероторлённой теме. И опять же, возвращаясь к Сирии. Вот ни одна война, я вот сказал, что не обходится без вот этого вероторлета Ми-24. Но есть ещё и великая машина, которая везде воевала, воюет и ещё долго будет воевать, как говорят, и конструкторы, и сами лётчики. Это Ми-8. И вот кадры вот эти, не знаю, лично у меня просто всё вот в душе обрывалось, когда искали пешкового экипажа, самолёт Су-24, когда сбили. И вот этот Ми-8, который был фактически расстрелян с земли, но он сохранил жизни тем людям, которые на борту были, ну, за исключением одного морпеха. И машина вот из последних сил, она спасла всех. А сама потом была безжалостно расстреляна. вот эти террористы, они выложили в интернет эти кадры, когда эта машина вот просто уже покинутая, стоит, и в неё запустили противотанковую ракету с всеми этими радостными криками. А она своё дело сделала. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принёс их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотках, взял я всех живых трёхсотых, три-бук-сёдых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся. Я вернулся. Знать, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя хвость. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах на пределы наизносе. Я... Мивось. Я вернулся. Кто-то скомандовал, мне больно, нахватал я пуль, довольно, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке матерился, было тяжко, мы в рубашках. С ним, наверное, родились, потому, что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут, съедать старый наизносе. Я... Мивосемь. Мивосемь. Я вернулся. А в салоне на следы пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплатил. Вот судьба моя какая, тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по воинам меня носят, и я... Мивосемь. Я... Мивосемь. Спасибо. Я вообще-то постоянно про Сирию рассказываю, рассказываю. Где-то такого нас зацепило. У нас тут буквально недавно в новостях подошел сюжет, как оркестр Мариинского театра выступал в Польмире. Вот мое выступление в Сирии Министерство иностранных дел Великобритании не прокомментировало. Министерство иностранных дел Я, конечно, шучу. Да, но... Вот... Маэстро Валерий Алисалович Георгиев, когда дал этот концерт, сразу возникли комментарии там на Западе. Ну вот... Ну все равно им все не так. Я не знаю. И... Ну вот никогда мы не будем им милыми. И хорошо, что перестали стараться быть таковыми. А так как есть и так должно быть. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартамент экстракласс. Уртовств вас нарушит. Хоть колодь и кушет. В круговом практически курорт со спальмой чудной красоты. А море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы. Мы трудимся в заморской Дали, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь видеть нас. В другие времена стали мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом не винета этикета. Сюда они отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты в холоченном цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой от напряжения кипиш. Кабина словно дом родной, вот только жаль здесь не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, которой месяц не до сна. Ты не уйдешь на бюллетень. По распорядку здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес. И сразу станут цифры двести. Духи всего крест. Прицельный марки тонкий крестик Виг на них поставит Ширный крест. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе нет этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхалачиваем в цели, Словно гвозди по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто Very good. Летать по многу им нельзя. У них нормированный труд. Им бедным не сладко Жить по распорядку. К смертям уже не привыкать. С годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть. Хоть убей нам жить в половину. И к выстрелам в спину. Минует нас по воле фарта, смерть и холодок. Когда спустя валютной карты Выцвешили стук. Напомнит нам довольно ярко Ближний, но далекий стойлер Восток. Мы делаем здесь то, чему получилось. Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхолачиваем в цели. Словно гвозди по самому прямому назначению. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению. Перевод. Можно покурить, можно отдохнуть, перекусить. Продаются диски там на входе где-то. Я думаю минут через 20 продолжим. Продолжение следует.